Добрый день, уважаемые коллеги! Это еженедельный автор от компании Тикмил и сам я, Артур Идиатуллин. Сегодня я бы с вами хотел поговорить про инфляцию в США. Она сегодня особенно актуальна перед заседанием ФРС, которое пройдет сегодня. ФРС использует данные по инфляции для формирования своей будущей политики по контролю денежного предложения в экономике. Показатель инфляции CPI ведет себя довольно сдержанно, выше целевых 2% уже второй месяц подряд. Показали данные, которые вышли вчера в среду. Основной показатель у нас вырос на 2,8%, в то время как базовый показатель, который исключает топливо и продукты, составил 2,2%. Минтруда опубликовал отчет о ценах за день до начала двухдневного заседания ФРС. Улучшение показателей занятости инфляции, как ожидается, позволит регулятору повысить ставки второй раз в этом году. Сейчас у нас спекуляции разворачиваются вокруг того, сколько в итоге ФРС проведет повышение ставок в этом году, 3 или 4. И я бы хотел обсудить совместную динамику некоторых показателей, некоторых метрик инфляции, разницу в их расчетах и о том, как их совместная динамика может дать рынку полезную информацию. Итак, инфляция уже несколько месяцев у нас находится выше целеуровня 2%, это показатель CPI, однако ФРС, как видно, не спешит давить на педаль тормоза. Такая позиция регулятора связана с тем, что перелет инфляции является следствием неестественного расширения экономики, а воздействия некоторых экзогенных стимулов, например, расширительных фискальных мер, то есть налоговой реформы, повышения внешнего спроса на американскую продукцию, изменения валютного курса. Как вы помните, у нас в апреле инфляция замедлилась на 0,1% от прогноза, это как раз-то произошло из-за усиления доллара. Также на динамику инфляции влияет восстановление нефтяных цен. Их эффект, данных экзогенных факторов присутствует, пока действуют сами эти факторы. Так как положительное влияние этих стимулов скрывает возможность экономики полагаться на свои собственные силы, то ФРС как бы пытается сейчас выделить основной тренд инфляции, который отражает положительные сдвиги в потреблении и инвестиционной активности. К тому же из-за обострившейся угрозы сокращения товарообмена США с своими партнерами, из-за угрозы тарифов Трампа, лишение экономики монетарных стимулов означает риск. Потому что все это потом откатывать обратно, в случае если торговая угроза реализуется, будет сложно. И нельзя отменять той версии, что ФРС старается действовать помедленнее, чтобы не оставить главные риски и плестись позади. В апреле часть инфляции экономики США отобрала укрепление доллара, который резко повысился, его обменный курс резко повысился в предыдущий месяц, удешевев таким образом импорт и повлияв на стоимость потребительской корзины. Однако в мае обменный курс стабилизировался и поэтому не проявил себя как фактор инфляции. Нефтяной рынок пока также отказался от идеи покорения новых максимумов из-за признаков изменения позиции ОПЕК. Поэтому стагнация нефтяных цен лишает инфляцию еще одного важного катализатора, то есть роста цен на энергоносители в США. CPI прибавил 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Цены на продукты питания остались без изменений. В апреле динамика была примерно такой же, а в годовом выражении общий уровень цен вырос на 0,8% показали данные в среду, чего экономисты наблюдали уже больше 6 лет. В этом году в формулу для расчета включили медицинские услуги, мобильные планы операторов, что также внесло ощутимый вклад в скачок цен. Не считая цен на топливо и продукты питания, изменения в базах показателей инфляции составили 0,2% в мае, по сравнению с 0,1% в апреле. Повышение спроса здесь почувствовали дилеры, предлагающие новые авто, а также компании в секторе здравоохранения. Медицинские услуги несколько месяцев подряд выступали лидерами в инфляции, так как плата расхода за поддержание здоровья менее эластична к спросу. Поэтому здесь компании действуют более уверенно, повышая цены. К тому же, как будет показано дальше, потребление некоторых товаров домохозяйственных в США у нас не сопровождается соответствующим ростом расходов на него. То есть, причинно-следственная связь между расходами-инфляцией у нас не работает должным образом. В условиях отсутствия расширения денежного предложения в США, сейчас у нас ФРС проводит ужесточающую политику. Инфляция может отражать или увеличение издержек на производство товара или оказание услуги, или реакцию фирм на увеличение спроса на товар. Но фирмы могут неверно воспринять рыночные сигналы, поэтому, например, повысить цену на конкретный товар так высоко, что это повлечет сокращение совокупного расхода в экономике на этот товар. Другими словами, если приращение цены у нас в процентах вызовет большее сокращение спроса на товара, то его совокупное потребление, естественно, упадет. То есть, инфляция по СПИ у нас может наблюдаться, но соответствующего роста потребления на этот товар не будет. СПИ еще можно назвать показателем инфляции на те товары, которые предполагаются, что домохозяйства потребляют, а не потребляют в действительности. Поэтому ФРС основывает свою политику на инфляции, которая отражает реальные расходы потребителей. То есть, показатель core PCE, то есть, базовый показатель расходов на личное потребление. Они также различаются в том, что веса в потребительской корзине CPI изменяются каждые несколько лет, в то время как в PCE веса в потребительской корзине изменяются каждый месяц. Как следствие, через PCE можно проследить, как изменяются пропорции потребления между дорогостоящими товарами и товарами, например, первой необходимости. То есть, эффект повышения благосостояния у потребителя слеживается лучше через последний показатель. Именно поэтому ФРС интересно, на что потратили потребители или что продали фирмы. Поэтому показатель PC является показателем рабочей инфляции. Core PC, в отличие от CPI, у нас все еще находится ниже целевого уровня в 2%. Как уже было сказано выше у нас, показатели PCI и CPI отличаются в выборе весов в расчете, которые отражают присутствие каждого товара в корзине. А CPI включает товары, которые потребляют домохозяйство в значительном объеме, например, медицинские какие-нибудь услуги. Но они у нас оплачиваются государством, то есть используется медицинская страховка. И так как домохозяйство у нас не платит напрямую, то расходы несет государство. Таким образом, в CPI вес этого товара будет выше, но расходы потребителя не будут отражать инфляцию на него. С другой стороны, например, жилищные расходы, в том числе плата арендной ренты, будет иметь меньший вес в CPI, но будет отражать именно реальные расходы потребителя на них. Поэтому изменение структуры потребления не видно в CPI, но видно в индикаторе личных расходов потребления, где вес актуальных расходов выше. Систематическая переоценка CPI инфляции, разумеется, у нас учтена рынком, но очень хорошим сигналом у нас будет конвергенция этих показателей, то есть их сходимость, где товары, веса которых в CPI меньше, но в PC больше, будут отражать ускорение роста спроса на них, то есть большую инфляцию, которая происходит через рост именно расходов потребителя. Мы сейчас в США наблюдаем именно эту ситуацию, где расходы на личное потребление у нас, как видите, в середине первого кварта начали превышать индикатор инфляции в CPI, что говорит о том, что личное потребление домохозяйств, именно их актуальные расходы начали расти ускоренным темпом. Вот, например, на этой картинке можно заметить, что в периоды бума у нас наблюдается сходимость этих показателей, в то время как в период рецессий, когда личное потребление падает, у нас CPI склонно переоценивать инфляцию, в то время как реальные расходы потребителей у нас резко падают, что в принципе и произошло в посткризисное время. И основываясь на том, что у нас сейчас произошла сходимость, и даже индикатор PC у нас начал превышать индикатор CPI, мы можем ожидать, что ФРС у нас сегодня будет более уверенно в комментариях, и может даже попытаться сделать ставку на том, что будут какие-то намеки на 4 повышения ставки в этом году. На сегодня у нас все, спасибо за ваше внимание, встретимся с вами в пятницу.